позвонки да с отростками тазобедренные кости ну вот крестец треугольничком да заведено просит как-то вот так вот выпирает здесь немножко да мы проделали удары вот сюда да сандр видно да вот эту косточку ты ее нашли надо правило не выпирает право там совсем болит а болит вот как раз чаще всего соединение 5 поясничного позвоночника позвонка поясничного с крестцом и четвертого ну реже бывают между третьим и четвертым позвонком то есть мы вот так вот разжали их такими ударами до маленькими а дальше пошли движения снизу вверх движение должно быть вот такое все понял позвонки гравитация давит вниз да а мы наоборот вот сюда вверх локтем раз раз и вредом от позвоночника туда мышцы отделяем от тяги так значит мы идем вот так до 1 максом для утяжеления я даже вторую не держу на него сюда на кулак да захват можете такой можно вот так вот на руку давить смотри вот так может давить если пришел такой мужик дзюдоист ну сейчас показательных целях не стремись прямо сильно или локоть острее ставят по поводу остроты локтя мы тут можем маневрировать мы можем давить как вот эта косточка на вечно как бы треугольный как вот это плоскостью можем вот эту плоскость удается то есть ты маневрируешь до ширину нажатия можно вот так можно вот тогда а можно вот этим всем треугольником больно да саш ну вот если он смотри вот так вот меньше довольно вот да 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 вот я не знаю как у олега больно ну и в то же время вытягивать чувствуешь а у тебя вот просто куда продавливаешь и вот если вот так вот так вот так лучше да то есть так же может маневрировать кому-то надо посильнее делать остроты самым кончиком локтя ну видно да что он треугольный треугольником а после этого украшения а дальше он тоже полностью писать а дальше полностью вот и это это руку закончил и вот мы пошли спират куда-то на доске нарисовал а дальше продолжаем движение всей рукой захват захват жирка захват крылышка и переходим в позу рубанка до начинает строгать и строгать или отводить от центра всю лопатку всю лопатку целиком такие энергичные согревающие движения очень много очень нравится многим клиентам подожди пока двумя руками нет стой ты какой закончил это закончил ты езжи продолжаешь а второй держи не чтобы дать ей больше силы можно за держать до можно даже за всю руку тогда да и превращается в рубанку и грубо вот так и теперь по кругу да вот эти большие энергичные круги отводя мышцы центр спины позвоночника сюда да вот сейчас такое взял плавное движение волна разно да это может добавлять промежутки между этим движением вот ну а сейчас мы подготовили у полностью растянули для того чтобы дальше расстегивать межпозвоночные расстояния эти коротенькие попробуй руками ты как бы как лодочка туда раз пиваешься себе а от себя ты делаешь разминку сейчас практически то же самое делал да а нужно от позвоночника мы врубились как клиносик врезались как клиносик туда врезаемся чтобы понимать это движение а потом прошелся и потом то же самое переходи уже все масса тела вот даже мы туда все впиваемся и раздвигаем локтями уже и раздвигаем локтями при этом дели как бы на раз два три четыре зону или на три как у тебя получится да 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 вот так отлично впиваешься и раздвигаешь пиваешься и раздвигаешь и вот что это зона или двигаешь да как саш получается ты не знаю посильнее смотри я понимаю вот это вот здесь сильно делаешь а вот в этом где-то может пойти слабе посередины он пускаю сюда уже слабы ослабляющая можно получается как просто скользнула это понимаю здесь нужно довести до довести до того чтобы твой локоть оказался за пределом позвоночника на вас со стороны и тогда уже дарил как будто чуть-чуть раз подвинул ну да дело потом на три части подели потом на две части потом на одну большую и на две части сразу не отрываясь а тут так ты время потеряешь постоянно отрываясь на одну часть сразу делай правильно да вошел где-то здесь сверху лопаток уже входить нет смысла потому что мы тут раздвигаем и теперь то же самое только с волной так что только тут я уже смотри я уже тут весом надавил своим я даже могу приподняться чуть на позвонок на этих носочках уже своим весом давлю на позвонках и поднялся на носочках на кнопку вибрацию вот отсюда смотри вот мы ребята мастер сжимаем локтями и здесь мы маленькое движение делаем потому что нам надо чтобы упор был таз а вот эту руку вот туда голове вытягиваем его удлиняем рост человека после такой села самосажем некоторые на 20 сантиметров выше становиться да 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 против фазе руки 1 вверх 1 вверх 1 вверх 1 вверх и заключительно когда мы уже полностью его до щелчков растягиваем весь позвоночник опять же с одной стороны сначала потом переходим в другую сторону тоже впились сюда да всем корпусом надавились это рука практически на месте она держит вот за те самые косточки попросили выдохнуть и давим все массы тела в основном на идущую руку вперед которая вперед идет но я до конца не давила так можно прям вот до сюда дойти почему мы давим медленно потому что мы не только в этот момент распрямляем косточки а еще растягиваем фасции фасции знаете что такое сейчас покажу вот тут поэтому тут очень много таких этих складок мышечных да и фасции там как бы загибаются их надо распрямить вот широким хватом все это вот растягиваем установил тебя выдыхай удобнее всегда вместе с ним выдыхать во первых как-то как-то никак не тогда я обычно как делаю говорю там делаю вдох он делает вдох я буду делаю выдох ну два-три раза он так делать делаю просто дыши делаю вдох а потом просто вот так делаю вдох задержи дыхание вот так он задерживает дыхание и потом уже в конце делаю я не закрестно обычно когда вот здесь вот и какие то есть проблемы начинает от потрески чуть-чуть на с этим как бы так будет вообще на самом экране это уже это очень серьезно я это я боюсь эти вещи делать почему потому что именно когда вот про протрещит человек остается ему даже легче слышать вот а когда без вдоха без выдоха просто напряжение какое-то есть труднее ну все правильно да я не знаю что касается направления движения неправильно но это мы сейчас за счет дойдем чуть-чуть за опережать а что касается говорить надо обязательно даю клиенту говори вдох выдох вдох выдох или понимаешь у тебя же движение не всегда размерное с его вдохом выдох поэтому я иногда в отдельном случае предупреждаю а теперь глубокий выдох а когда он выдох сам пауза автоматически сделает когда мы будем делать мануальное движение да там просто есть ритмичность некоторое так раз два четыре потом пять шесть там вот просто предупреждаешь его теперь дыши так чтобы слышал выдох громко акценты были на выдохе да и тогда под его выдох ты свои движения подгоняешь обязательно да говорит надо обязательно склеить чтобы чувствовать потому что сейчас идет работа совместная у меня есть такие люди которые уже просто знают как делать они прямо вот лежат и дышат я сам получается процесс у них активизирую быстрее идет обменный процесс у самих то есть еще раз еще раз я хожу на делаю вдох и вы и вот смотри тоже маневрируешь я вообще-то старалась вести перпендикулярно так как бы получается ну во первых ребра еще раздвигаем а во вторых получается что я давлю вот все этот ребром свои косточки все ты вел вот так да ты ведешь острием можно так вести да ну в зависимости до конца то есть тут даже будет не позвоночнике а хруст будет в ребрах вот молодец но я ведь не точек я просто уже знал что надо выдыхать ну закрепишь или ты все запомнил давайте первое движение то есть это ребят мы начинаем делать больше большие круга но сначала ты углуби с него потому что масло что-то одно одно почувствовал что ты там и локоть дошел да теперь локтем большой круг и нашел косточку да вот прокачал всем не стучи стучит у кого-то блок а так просто вибрации достаточно вот движение закончил а спиралька все дальше пошла вот и он вам дальше до конца и веди так молодец банк сразу перешел сначала акцент да тоже вот смотри видишь тут у меня хрящик его задел может быть больно стараясь качки не заделась вот смотри идет лопатка она заканчивается таким острым клещиком поэтому мы шли по мышцам вот так вот теперь уже суть больно было или нет не приятно не приятно еще локоть острый ничего прости ты его еще как-то ведешь космеркой можно восьмерку вести окей смотри окей гугл ну блин сейчас просто олег ну с первого раза я вот эти движения серьезные не как-то ни разу я по-другому вообще все делал вот я поэтому называю их мануальными покажу то есть смотри я ему веду вот отсюда вот сюда я ему отсюда нагрузку снимаю ну как бы давление давит вниз правильно а я ему наоборот вверх да ты вверх давишь да все правильно поэтому я их и называю мануальными движениями то есть смотри вот ты локтем впился до сюда сразу значит круг большой вокруг ягодицы поменьше поменьше и маленький вот тут в эту сторону да эпицентр получается вот где косточка вот это выбирает закончил и сразу пошли спирали вверх вдоль вот этой мы мышц этих вот продоль надо что касается лопатки вот тут находится лопатку него да и на ней этот острых ящик просто стараясь его не задевать это больно или да потом там еще идут мышцы такие вот диагональные да они вот тут участвовать спазмированы тоже пока еще не задевают мы сейчас до них дойдем когда был лопатку делать да пока просто здесь вот прошелся потом мы раздвинули ну очередной запомнил да потом включили вибрацию отсюда чтобы она пошел сюда за счет в противофазе наши локти работали довели до верха и потом широким размышленным движением упираясь вот в эту косточку дата забедренную 2